Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ссылочка будет под видео в описании И я оставлю Значит Своё послание И в конце Ролика у меня будет Один интересный комментарий Кто ждёт И что ждёт Тихановскую В Уэн Арис Итак Оставлю я Свою посылочку Госпожи Тихановской Да-да-да Госпожа Тихановской Уважаемая В кавычках Госпожа Парщица Джарщица Непонятная с чего Котлет Плюшек И так далее Что-то Елизавета Вторая За всё время Правления Ванли Никому из рядовых Англичан Не надоело Они не орут На неё Королева Уходи И так далее Вам Лукашенко Надоел за 26 лет Давайте возьмём Что Лукашенко Сделал Начиная с 1994 года Нет Точнее Давайте сделаем так Что было до Лукашенко Начиная После развала Союза До 1994 года Дороги были В безобразном состоянии Производство Было в большом минусе В большом минусе Чуть не продали Иностранцам Вот это было Криминал был огромный Не отрицайте Тихановского Не отрицайте этого Криминал был Огромный Машины Перегоняли С Германии Через территорию Белоруссии В Россию Все 15 Национальностей Да не только Естественно В России Тогда в Союзе Это больше Национальность было Но все Национальносты Перегоняли Перегоняли Из Германии В Россию Машины Многие Так же В том же числе И я Возили нелегальное оружие Чтоб на нас Не нападали бандиты При случае Нападения Бандитов Мы могли Хоть как-то Защититься Когда стал Лукашенко В 1994 году Через год У него стало Все уравниваться И не говорите Что это неправда Расскажите Как ваш блогер Один раз Снял Мое село После Он меня заблокировал У меня тогда Другой канал был Тот канал Снесли Именно Ваш Блогер То ли Гражданский Муж То ли Настоящий Хер его знает Попросил Попросил своих Подписчиков Снести Тот канал У меня Потому что Было тогда У меня Побольше Подписчиков И я показал Именно то место Где он снимал Снимал он в России И снимал он Мою деревню Тогда еще Действительно Деревня была В таком ужасном Состоянии У нас Это в Тульской области Заоский район Деревня Пахомова И он снимал Сейчас скажу Это Начиная от Винникова До До выезда Из Пахомова Сторону Дмитровска Вот так вот Я и после этого Показал И после этого У меня снесли видео Мало того что Видео и канал Вот так Обман ваш Тогда не прокатил В общем Теперь о другом За 26 лет Вам Лукашенко надоел Лукашенко правильно Он сделал Он правильно сделал Что Сделал предприятие Государственное Национализировал Предприятие Если бы купила Какая нибудь Типа вашей сволочи Или типа вас Вы бы эти предприятия Продали бы за границу Все бы На металлолом И вы должны Прекрасно понимать Что Эти предприятия Не работали бы Они не были бы Рентабельны В Евросоюзе Потому что Вам Монополисты Тягачей Грузовиков Которые Производят Свою продукцию В Евросоюзе Свою Автопромышленность Вам бы не разрешили Это производить Ничего бы Вам не разрешили Производить Белорусского Разрешили бы Только на своей территории И куда бы Вы думаете С Россией бы Договорились бы Да нет Россияне бы Обозлились бы Просто И не стали бы Ничего бы У вас не покупать Ни МАЗа Ни БелАЗа После такого Что вы творите Или что вы натворили И слава Богу Что вы Не пришли к власти Это слава Богу Потому что Вы мадам Предали память Дедов Если вы скажете Что Ваш дед Там или Продед Воевал с фашизмом Я этому не поверю А почему не поверю А потому Что вы бы Не предали бы Если бы Даже и были бы Против Лукашенко Вы ходили бы Точно с таким же Флагом Который Который Беларусов Который сейчас Государственная Флаг Беларуси Ну вы ходите С менструальной тряпкой Пять капель Вот так вот Ну что вас ждет Я после Ставлю Комментарий И там вот Рады Вашей Вашей встрече С ними Вы Вы просто Предали все И все Что же вы Смылись В Польшу Сначала В Литву Потом В Польшу А скажите За чьи денежки Вам подарили Эту Вилу В Польше Я тоже Не поверю Что вам просто Взяли Взяли Поляки И подарили Вилу Тем более Там Насколько Мне известно Она Около Чуть Побольше Миллиона Евро Стоит Или Польша Тоже Не такая Сильно Богатая Страна Чтобы Разбрасываться Этими Вилами Вас Выдвинули Насколько я Слышал На Нобелевскую Премию Типа Человека Мира Что-то Такое Знаете Если честно Говоря Я бы Выдвинул На Нобелевскую Премию Только Вот Вам Чтобы заплатили Ноль Выдвинул На Нобелевскую Премию Как предатель Своей страны Как предатель Память отцов Дедов Вот На эту Премию Я бы Вас Выдвинул И назвал бы Премия Ноль Вы просто Сейчас Ноль Стали Почему Вы сами Не бегаете Не огребаете От ОМОНа Почему Только Призываете Вы знаете Что тут Будет Я живу В Болгарии В Софии Знаете Что будет Если вы Опубликуете Например Мои данные В телеграм Канале Я просто С этими данными Прихожу В полицию Моментально Страфуют Телеграм Канал В мою пользу Плюс Его Закрывают Вот И Тех Если не дай бог Они находятся На Болгарии Или Находятся Пускай в Польше Где-то За границей Кто Опубликовал Мои данные Потребуют Экстрадиции Сюда В Болгарию Они получают Пятерочку А за личные данные МВД У нас Называется МВР Если бы Личные данные Опубликовали В телеграм На Наших Полицаев Жандармов Ох Не позавидовал бы я Да Больше Всех Кто там Был Кто Публиковал Эти данные Моментально От 15 Лет До Пожизненного Заключения Вот так вот Ну Друзья Всем Ой Извините Так Друзья Смотрите Что мне оставил Тогда В сообщении Мой друг Фамилию И имя Не называю Не хочу Чтобы там Были На него Наезды Я просто Оставляю Это сообщение Что мой друг Написал мне Мессенджеры 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 Субтитры подогнал «Симон»